друзья здравствуйте сегодня мы напишем замечательный пейзаж вечер на берегу реки подсолнухи чудесный натюрморт на фоне пейзажа это здорово и так я грунтую холст акрилом коричневым акрилом у меня умбра жженая темно-коричневый я сейчас использую небольшую кисть синтетику если у вас есть флейц можно воспользоваться флейцем для этих целей и так работать мы будем по цветному грунту вот сейчас хорошо видно я грунтую мой холст после того как мы его загрунтуем акрил должен высохнуть можно посушить феном или на воздухе вот так готово и так мы загрунтовали холст он высох и можно приступать к работе масляными красками сейчас у меня кисть небольшого размера овальная круглая я возьму белила немножечко оранжевый кадмин и мы сделаем с вами набросок и так я определюсь с композицией покажем цветы подсолнухов я работаю довольно схематично я не делаю детального рисунка по сути я размещаю размечаю сейчас холст чтобы вам было удобнее работать и следить за этапами работы и так вот определимся с размером нашего букета подсолнуха очень схематично покажем намете вазочку кувшинчик которым будет стоять наш прекрасный букет детально не прорисовывайте потому что все равно мы потом отойдем от наброска уже работая масляными краской и так определились с композицией цветов покажем несколько яблок я покажу яблоки вы можете какие-то еще фрукты добавить по вашему желанию это здорово покажем границу какого-то стола какой-то поверхности на которой стоит наш прекрасный нутерморт вот так готово яблоки я также детально не прорисовываю я намечаю их я намечаю речку вдали далеко-далеко уходящая убегающая речка покажу берега на дальнем плане ну вот таким вот образом готова где-то дорабатываю на позицию чуть-чуть расширю букет сделаю покрупнее готова и так можно начинать работу масляными красками уже уже прописывать более детально уже переходить к самому интересному живописи сейчас я сменила кисть я взяла синтетику плоскую ей будет работать гораздо удобнее у меня в работе сейчас немножечко ультрамарина у меня небесно голубая и капелька ярко-розовый коротким шагом я начинаю набирать небо на кисти у меня не слишком много сейчас краски я предпочитаю работать более тоненько обратить внимание где-то я беру больше небесно голубой где-то больше розовый где-то белил белил у меня титановые и так коротким шагом я начинаю набирать небо я постоянно меняю палитру сейчас хорошо видно на вашем мониторе как я постоянно смешиваю уходя то в пользу более голубовато светлых оттенков то пользу ультрамарины либо ярко-розовый старайтесь писать не 1 бы не обратно смешивайте как можно больше причем не тщательно когда вы перемешиваете краску на палитре вот сейчас хорошо видно я взяла мазок несколько вот размешала вот крупным планом сейчас покажу вот довольно светлый такой фрагмент я прописываю сейчас вот хорошо видно и начинаю прописывать кистью смотрите внимательно за моими движениями сейчас я как бы поворачиваю кисть постоянно промакивая ее а холст как бы снимаю краску с кисти на холст то есть я не растягиваю не растушевываю а делаю короткий короткий мазок короткий шаг таким образом я иду дальше вот сейчас хорошо видно я больше иду в пользу небесно-голубого и белил чуть-чуть высветлим правую часть нашего неба помним о том что ближе к горизонту наше небо всегда светлее над головой всегда более темного оттенка вот сейчас я немножко наискосок работаю показывая облачка старайтесь когда пишете ваше небо не делать четких прямых линий почему потому что в данной работе у меня есть ровная линия горизонта если я буду и небо облака писать ровный я не достигну эффекта глубины в картине не достигнут эффекта перспективы воздушной поэтому я стараюсь изменить угол наклона облаков чтобы показать их движение больше воздуха и пространства в работе и так сейчас я смешала желтый кадмий я смешала немножечко розового оранжевого и белила это будет у нас самые подсвеченные облака по линии горизонта и так я повторю сейчас у меня желтый кадмий в работе у меня ярко-розовый оранжевый и белила вот сейчас хорошо видно как я прописала облака по низу я их намечаю я их не прописываю детальным после того как мы с вами нанесли основные основное пространство неба и облаков я воспользуюсь синтетическим флейцем и растяну сейчас хорошо видно как у нас рождается небо и так не забывайте мыть кисти прежде чем возьмете другой тон я продолжаю набирать наши облака опять двигаюсь немножечко наискосок вот таким вот образом более светлые фрагменты я покажу чуть левее я брала сейчас ультрамарина больше в правой части холста внизу ближе к линии горизонта у нас наметились какие-то силуэт облаков светло-светло-желтовато-оранжево-персиково-пастельного совершенно светлого тона сейчас я работаю более светлым я использую небесно-голубое и белилом плотно подбираемся к нашему будущему букету вот так хорошо видно сейчас на ваших мониторах я постоянно вытираю мою кисть не беру краски слишком много чтобы вы могли растушевать достичь эффекта растушевки работаю флейтем сейчас растягиваю флейтем обратите внимание я двигаюсь как горизонтально так и вертикально в разных направлениях вот такое прекрасное небо у нас с вами получилась сегодня замечательно где-то чуть-чуть затемню покажу опять смотрите я двигаюсь несколько под наклоном прописываю облачка под наклоном чтобы показать движение облаков работает таким образом в этом секрет заключается воздушные перспективы в пейзаже ваш ваш небо всегда будет глубокое облака будут двигаться я не хочу чтобы мы с вами писали фон для пейзажа я хочу чтобы мы писали воздух и так я также намечу слева облака наши светлые смеси напомню в светлой смеси я использую желтый кадми оранжево сейчас я крупным планом покажу я их слегка слегка наметила и растягиваю флейтем оранжево кадми ярко-розовое питерское у меня сонет и желтый кадми с белилами вот сейчас хорошо видно вот таким вот образом я их прописываю облачка совсем не детально и несколько растушевываю флейтем вписывая их внутрь и так возьмем сейчас охру красную желтую охру немножко марса желтого кадми это будет цвет чуть-чуть розоватости туда немножко розовых розовая ярко-розовая у меня сейчас в палитре это будет цвет наших высушенных трав потому что это уже близко чуть-чуть травянистой зелени немножечко индига я возьму сейчас хорошо видно и умбру натуральная это цвет выжженной травы уже близко ближе к осени вторая половина лета август когда цветут подсолнухи уже созрели в садах яблоки и какие-то фрукты вот я сейчас покажу крупным планом как горизонтальными мазками я начинаю прописать обратить внимание по горизонту я несколько растушевываю чтобы добиться воздушной перспективы где-то я ухожу в пользу зеленоватых тонов где-то больше охристо-коричневатых где-то чуть-чуть охристо-коричневатых с явным розовым оттенком почему я беру сейчас розовый когда я пишу таким образом цвета я показываю нашего вечером то есть солнце еще не совсем закатилась но уже вот приобретает окружающий пейзаж слегка розоватые оттенки поэтому когда мы с вами пишем пейзаж нет такой краски для воздуха отдельно отдельно для земли я сейчас немножко прервусь я растушевываю сейчас вот хорошо видно и также с левой стороны по линии горизонта я флейтсом пройдусь чтобы еще больше растушевать нет краски для неба воздуха или воды так как мы использовали с вами ярко розовый когда писали небо наш воздух когда писали облака вечерние вот эти далеко далеко за горизонтом также при вечерней палитре я использую розоватость и в окружающем пейзаже полночка садится более теплые оттенки приобрел преобладают у нас и так вот это ярко розовый очень ее советы очень хорошо она здесь будет в этом пейзаже можно если нет у вас воспользоваться краплаком если вот в данную секунду хотите воспользоваться моим видеороликом и прямо сейчас писать а к примеру нет у вас в этюднике вот это ярко розовый ничего страшного можно использовать краплак но в будущем советую все-таки ярко розового она дает более чистый оттенок она не такая стойкая как краплак впрочем краплаком тоже можно заменить просто он такой более стойкий более темный он не дает вот этой прозрачности более насыщенную потом итак покажем какие-то деревья может быть лес совершенно вдали у меня сейчас травянистая в работе немножко индиго я беру капельку ультрамарином по горизонту показываю вдалеке-вдалеке какие-то немножко растушевываю не делайте четких границ четких линий очень далеко наш лес покажу по и по линии горизонта вот таким вот образом маски у меня горизонтальные где-то потемнее где-то посветлее я перехожу обязательно мою кисть прежде чем взять другой тон вот так мы дорабатываем детали вот у нас наметилась уже земля как заиграла сразу сразу наше небо где-то чуть посветлее левую часть я сделаю сейчас уже прохожусь по земле у меня там марс немножко приглушая по сравнению с правой частью дорабатываю с правой части тоже наш берег дальнего плана вот сейчас видно хорошо как у нас отделился отдельно лес от полей и лугов дальнего плана и так вернемся к работе сейчас плоской кистью у меня вся та же голубая палитра что мы писали ранее с вами небо это небесно голубая ультрамарин капелька ярко розовый сейчас я покажу крупным планом как вертикальными мазками я начинаю набирать нашу воду я также поворачиваю снимая с нее краску не растягиваю не растушевываю пока просто набирают цвет чем многообразнее будет ваша палитра тем лучше старайтесь уходить где-то в пользу больше розовых оттенков где-то в пользу больше небесно голубой или ультрамарина вот сейчас хорошо видно я взяла больше ярко-розовый с белилами можно капельку капельку туда желтого кадмия добавить оранжевого кадмия вот сейчас хорошо видно желтый кадмия смешиваю с ярко-розовый немного белил это будет отражение наших облачков в воде и вертикальными мазками я продолжаю набирать обратите внимание где-то я совсем желтую смесь беру где-то более розоватую чем разнообразнее ваши палитры тем живее будет ваш пейзаж старайтесь не делать отдельных смесей смотрите как я смешиваю на палитре я вмешиваю постоянно на одно и то же место таким образом я добиваюсь сложности цвета вот так где-то я работаю более горизонтальными масками по линии воды где-то вертикальными где отражение ближе к нам ближе к переднему ближнему берегу я наношу все более темные тона вот сейчас я работаю небесно голубой вот хорошо видно на вашем мониторе делаю несколько мазков перехожу опять более розоватые тона еще ближе вода будет чуть потемнее нас будет отражаться самая верхняя точка нашего неба я буду использовать больше ультрамарин вот сейчас хорошо видно я беру ультрамарин и ярко-розовый ярко-розовый возьму чуть-чуть побольше и ультрамарина немножко небесно-голубой у нас сюда тоже попадает это будет цвет воды ближе к нашему берегу также вертикальными масками я начинаю наносить основную палитру вот хорошо видно я объединяю сейчас темные тона которыми мы работаем и предыдущие светлые по границе я растушевываю я продолжаю набирать сейчас цвет нашей воды вот хорошо видно где-то я ухожу в пользу более светлых я беру сейчас больше небесно-голубой ну вот готово и я растягиваю флейт сам обратите внимание я начинаю сейчас со светлого по линии берега дальнего потом серединочку я двигаюсь несколько как бы по часовой стрелочке флейт сам потом горизонтально опять по часовой стрелочке я тяну таким образом один тон на другой добиваясь тонких переходов наша задача избавиться от границ теперь горизонтально вот появляется гладь нашей воды отражение неба замечательно вот такая красота у нас уже получается ну вот готово где-то я дорабатываю чуть-чуть высветлю покажу отражение нашего неба еще больше доработаю вот светлыми мазками правом углу у нас на небе там светлые облачка появились обязательно покажем отражение их в воде ну вот готово я доработаю берег я сменила сейчас опять кисть я работаю смесью и травянистой и индиго и марца коричневого желтого кадмия немножко попадает у нас туда и оранжевого кадмия ярко-розовый все на той же на том же месте где я смешивала ранее когда мы писали с вами и берег и отражение в воде также и отражение от берега растягиваю флейтсом дорабатываю где-то детали чуть-чуть потемнее я возьму индиго отделю берег от отражения может какие-то кустарники можно показать я растяну также флейтсом и лайнером сейчас я покажу границу воды работая лайнером тонкой кистью с длинным ворсом я разбавляю довольно жидко светлую смесь небесно-голубой белил и показываю границу воды тоненькими горизонтальными линиями я показываю поверхность горизонтальную сейчас я взяла кисть синтетическую она довольно старая и стертая она ей очень хорошо показывать какие-то травы дальнего плана за счет того что она очень лохматая когда у вас стираются кисти не выбрасывайте их такие кисти очень здорово их использовать в работе прописание дальнего плана деревьев кустарников когда они лохматые очень интересного эффекта можно добиться ну вот с правой частью мы с вами закончим переходим также левее я продолжаю также как и в правой части набирать поверхность нашей воды ближе к нам я напомню я использую ультрамарин я использую ярко-розовую центральная часть чуть-чуть ближе к берегу к дальнему у нас идет небесно-голубая с белилами совсем близко к берегу идет отражение берегов отражение облаков у нас идет светло-персиковая смесь это желтый кадмий оранжевый кадмий и капелька ярко-розовой с белилами вот хорошо видно как я намечаю сейчас берег дальний вот у нас уже речка разливается уходит далеко-далеко за горизонт какая красота такое умиротворение когда я смотрю вот на такие пейзажи я испытываю умиротворение вдохновение можно сидеть на берегу слушать как стрекочут кузнечики это здорово сразу такое вдохновение возникает также я растушевываю флейтсом и лайнером показываю границу воды показываю горизонтали воды и начну набирать уже берег переднего плана у нас получается все таки средний план потому что передний план это у нас идет натюрморт тем не менее вот передний берег мы начинаем намечать ближний к нам берег и так смеси темный у меня индиго травянистая зелень более светлой смеси у меня желтой кадмия у меня капелька белил у меня охра красная сейчас хорошо видно как я смешиваю охру красную с желтым кадмием добавляю немножко белил этот цвет нашей уже подсохшей травы в августе уже подсохших верхушек травы я начинаю набирать где-то вот по дальнему плану можно опять воспользоваться вот этой лохматой старой синтетической кистью это очень здорово наша задача сейчас набрать цвет и прописать травы сейчас я сменила кисть я взяла кисть из строительного магазина такая кисть продается не в художественном магазине вы можете ее приобрести в любом магазине для ремонта стройки на любом строительном рынке и так она лохматая за счет этого я могу прописать травы вот такими мазками вертикальными старайтесь делая мазок делать его короткие не растягивайте таким образом ваша травинка будет пушистая вы покажете пучок травы потренируйтесь несколько раз сначала можно на палитре сейчас я возьму вот крупным планом покажу хорошо видно какой короткий ямазок я как бы промакиваю кисть делаю короткий удар кисти а холст не растягиваю сильно во первых я не хочу показать слишком высокие травы по берегу во вторых не хочу их растягивать вот сейчас хорошо видно крупным планом как я прописываю я делаю короткие мазки вот так продолжаем набирать травы нашего берега варьирую по литру от более темных более светлым и наоборот также переходим в правую часть я работаю сейчас смех смесью охры желтой кадмия желтого чуть-чуть у меня туда травянистой зелени может попадать капельку индига вот сейчас хорошо видно как в темных тонах я беру немножечко марса у нас туда попадает вот так вот таким вот образом я продолжаю набирать травы вот эти как у нас уже речка утопает в траве травах переднего плана я продолжаю дорабатывать темными то более светлыми тонами травы сухие по по нашему берегу вот так вот как здорово получается где-то я возьму немножко лимонного оранжевого кадмия побольше оранжевого возьму вот так чем разнообразнее будет палитра наших трав тем лучше тем интереснее будет вашему зрителю где-то наоборот самые светлые я показываю мазки где-то потемнее вот таким способом мы с вами продолжаем дорабатывать наши травы я возьму еще белил возьму лимонную возьму оранжевую кадмия продолжу зарабатывать делайте как бы отпечатки вашей кистью если на вашей кисти будет краски много возьмите чистую возьмите новую кстати чтобы работать более сухо чтобы на ней не было много краски тогда получится ровный красивый отпечаток пучка травы покажем также по дальнему плану несколько мазков в отражении сейчас хорошо видно сейчас я поработаю более темными тонами с левой стороны вот здесь опять воспользуюсь маленькой кистью удобнее у меня холст небольшого размера 30 на 40 если возьмете большой холст тогда конечно удобнее работать кистями большего размера я беру сейчас небольшие кисти вот хорошо видно доработаем берег дальнего плана я сейчас использую вот эту кисть небольшого размера синтетическую которую я рассказывал вам ранее она уже стертая лохматая ей здорово описать травы там где мне неудобно работать большой кистью вот хорошо видно как уже убегает наша речка за горизонт туда к лесу доработаем круглой лохматой кистью из строительного магазина какие-то детали травы доработаем речку вот я когда работал у меня немножко зелени попала туда я подрастушую вот как здорово получается я продолжаю дорабатывать берега сейчас дорабатываю берег дальнего плана чуть-чуть темноты туда покажем чуть-чуть темного какая извилистая речка у нас получается лайнером светлой смесью с разбавителем у меня небесно-голубая белила я покажу горизонтальную поверхность движения воды какой-то ряд на воде вот хорошо сейчас видно работая лайнером берите разбавителя много разбавляйте довольно жидко тогда вам удобнее будет работать лайнером вот так вот какая речка так как это болотистая такая у нас местность получил с левой стороны это здорово где-то дорабатываю детали показывая поверхность и переходим уже под солнышком я начинаю с темной смеси начинаю набирать листву у меня сейчас в работе травянистая зелень у меня в работе индиго светлая смесь это чуть-чуть туда попадает охра красный марсом на этом месте я же смешивала желтого кадмия я начинаю набирать темную зелень наших подсолнухов я смешаю оранжевый кадмий лимонный кадмий желтый кадмий возьму немножко еще желтого кадмия и начну делать основу под наши подсолнухи когда мы пишем работаем своими маслями красками всегда начинаем от более темного и более более светлому тону переходим сейчас я делаю темную основу более темный тон потом мы покажем объем за счет светлых тонов которыми пропишем уже следующим этапом я продолжаю темной смесью делать я делю сейчас несколько подсолнуха чтобы вам было удобнее следить за этапами работы вот здесь у нас будет два подсолнуха и два справа самый крупный и правее пятый подсолнух будет лежать у нас на столе покажу большой подсолнух намечу самый центральный у нас будет с правой стороны подсолнух покажем его начинаем прописывать обратить внимание по более темному тону я пишу более пастозно светлым тоном у меня в работе желтый кадмий лимонный кадмий покажем серединку серединку я работаю индиго травянистю зелень сейчас я работаю короткими мазками не выписывая потому что эти подсолнушки они у нас сбоку их не очень детально видно поэтому я стараюсь показать некую массу цветов букете передать пушистость размер букета я также работаю более темным тоном в основном у меня сейчас идут охристо-оранжевые оттенки оранжевый желтый кадмий в работе можно немножко красный ухру сюда использовать это здорово я делаю темную основу здорово работает по цветному грунту это позволяет мне краску не растягивать слишком сильно не использовать много разбавителя я оставляю его в теневых местах темная смесь у меня идет и охра желтая туда попадает и умбра натуральная травянистая зелень и индига все все самые темные тона на нашей палитре этот цвет наших листьев я возвращаюсь то к листьям кто продолжаю намечать и дорабатывать наши подсолнушки вот сейчас хорошо видно когда я прописываю лепестки подсолнухов я довольно пастозно использую краску довольно много опять делаю темную основу продолжаю набирать темную основу и прописываю более светлым кадмий чистым я сейчас его использую смешивается уже у нас на палитре довольно пастозно беру вот я крупным планом сейчас покажу я начинаю прописывать лепестки я двигаюсь от центра я набираю каждый раз на кисть краску и делаю мазок вот хорошо сейчас видно крупным планом пишите как можно более пастозно мазок я делаю вскользь я стараюсь на одном месте много не двигаться чтобы не смешать краску чтобы цвет моих лепестков оставался чистым потому что сейчас мы ранее когда писали с вами небо краска свежая она не высыхает в процессе работы поэтому я пишу более пастозным мазками сверху прописываю уже цветы переднего плана вот как уже красота рождается уже вот цвет мы с вами набрали подсолнушков уже какая-то форма рождается как здорово сразу теплые тона уходящего вечера где-то доработаю небо я вернусь к работе плоской кисти у меня в работе сейчас ультрамарин и ярко-розовая плейцем растяну вот у нас уже намечаются подсолнышки покажем темными тонами листву какие-то листики какие-то детали вот здесь листь покажем сверху справа добавим на него светлых тонов желтого кадмио-стравянистой не забывайте мыть вашу кисть в процессе работы прежде чем взять светлые тоны или берите две кисти для темного и светлого тонов я работаю одной вот я крупным планом покажу сейчас наметим серединку я довольно пастозно пишу серединку вот так хорошо видно немножко добавлю охры красный марса коричневую в серединку уже поверх более темного тона где-то темные ставлю а где-то показываю более светлыми тонами сейчас я двигаюсь от центра вот так мастки у меня по-прежнему пастозные сейчас я работаю лимонным желтым кадмим таким образом я показываю подсолнух в перспективе что он нас смотрит немножко вниз в бок и продолжим работа над подсолнухами наметим вазочку сейчас у меня в работе краплак марс коричневый я намечу вазочку также у меня в работе сейчас идет умра натуральная травянистая зелень индиго это самые темные места на вазочке я не прописываю детально потому что она все равно прикроется нашими прекрасными большими подсолнухами покажу какие-то светлые маски на вазочке охры красные оранжевым кадмим немножко желтого лимонного туда попадает сейчас у меня в работе фиолетовая светлая гамма покажем в теневых местах фиолетовые рефлексы оттенем наши тени покажем ручку нашего кувшина сначала темной смесью я работаю смесью индиго травянистой умра натуральной потом несколько светлых мазков делаю смесью желтого лимонного кадмия оранжевого охра красных капельки белья белья много не берите старайтесь работать более контрастно вот хорошо видно и вернемся к нашему центральному подсолнуху сейчас хорошо видно как крупными мазками я прописываю лепестки нашего подсолнуха на переднем плане самого крупного, самого большого сделаем основу под него у меня в работе сейчас оранжевый, желтый, лимонный кадмия, охра красная можно использовать натуральную умбру сейчас я покажу крупным планом я делаю основу какую-то так мы работаем по цветному грунту это болит мне от необходимости слишком сильно и тщательно растирать краску я местами оставляю цветной коричневый грунт это здорово вот хорошо видно намечу центральную часть чуть потемнее я возьму морс коричневый это будет тень от наших нависающих лепестков еще темнее я использую индиго тень от наших нависающих лепестков мы покажем таким образом что, во-первых, в перспективе наш подсолнух его объем во-вторых, покажем, что под тяжестью своей сгибается несколько вниз смотрят вниз когда стоит в вазочке тяжелая-тяжелая шапка подсолнуха я вернусь к доработке лепестков той же смеси у меня желтая, оранжевая кадмия, охра красная где-то прям вот я захожу на вазу смешиваю у меня индиго туда попадает вот хорошо видно сейчас я продолжаю дорабатывать наш подсолнух делать под него основу так же работаем и правее заходим немножко на уходу вот хорошо видно темными тонами формируя размер нашего подсолнуха и его основной темный тон я продолжаю дорабатывать я выму кисть, прежде чем взять лимонный желтый кадминь и продолжаю прописывать светлым тоном крупные пастозные мазки сейчас я опять покажу крупным планом вот так, так как это передний план наш, я прописываю его более детально я прописываю очень пастозно вот крупнее еще покажу, хорошо видно кончиком кисти точечными мазками наметим серединку вот сейчас хорошо видно я желтым кадмием работаю маленькие-маленькие точечки в серединке, покажем у нашего цветущего подсолнушка немножко больше оранжевого кадмия сейчас я возьму также прописываем серединку намечаем ее, отделяем ее от лепестков вот так хорошо видно немножко я взяла сейчас умбра натуральный, взяла индиго можно марс коричневый использовать сейчас для самых темных тонов я продолжаю дорабатывать середину подсолнушка вон какая красота у нас уже рождается вернемся к лепесткам обратите внимание, как пастозно я беру краску я тяну немножко, когда накладываю мазок но стараюсь писать как можно пастознее как можно больше и фактурнее делая мой мазок вот сейчас хорошо видно про много-много берите краски на вашу кисть вот так и я продолжаю прописывать желтым кадмием наш цветок вот он уже рождается смотрите какая красота, как здорово возьмем еще желтого кадмия побольше вот так обратите внимание, вот сейчас хорошо видно как пастозно я набираю краску работая кистью вот так так мы продолжаем с вами правее прописывать лепестки нашего центрального подсолнуха сейчас я двигаюсь от серединки, от центра если ранее мы двигались с вами к центральной части нашего подсолнуха то сейчас я двигаюсь от нее показываю нависающие лепестки подсолнуха вот хорошо видно я по-прежнему работаю чистым кадмием работаю пастозно в разных направлениях я показываю маски объединяем нижние лепесточки с верхними я чуть меняю направление маска вправо, в сторону вот какой подсолнух у нас получается я дорабатываю серединку темным тоном у меня смесь индиго, травяние, стеохра красная, марс коричневый туда попадает я продолжаю дорабатывать серединку я опять покажу крупным планом, вот хорошо видно точечками, точечками поверх нашей основы, которую мы делали ранее, я прописываю напомню, что местами у меня в теневых местах остается цветной грунт я не перекрываю его слишком сильно масляной краской это здорово, он играет дополнительную теневую основу под наши цветы вот какие у нас подсолнухи уже родились, друзья мои, как здорово красота я продолжаю дорабатывать верхнюю часть подсолнуха я мою кисть, прежде чем взять другой тон справа также сейчас вернусь, доработаю небо доработаем небо поплотнее к нашему цветочку растянем флейтсом небо я дорабатывала смесью ультрамарина капельки розовой вот так хорошо видно я также темной смесью делаю основу под правый цветок у меня в работе сейчас марс коричневый, трубинистая зелень, немножко индиго туда попадает оранжевый, желтый, кадмий, оха красная умбра натуральная, вот так я намечаю тоже какие-то лепесточки нашего будущего цветка я двигаюсь по прежнему к центру сейчас это будет нижний ряд лепестков потемнее покажем серединку смесью индейка, травянистый где-то можно краплака в серединку взять левую часть также сделаем под малевок здесь у меня в основном охра, красный, оранжевый в работе немножко желтого кадмия красновато-оранжевая, коричневая смесь вот у нас наметился под малевок подсолнуха напомню то, что я не делаю под малевок детально я местами оставляю цветной грунт и начинаем работу сейчас я работаю, когда показываю левую часть лепестков я работаю слева направо перекрывая серединку когда показываю правую часть лепестков правую часть нашего подсолнуха я двигаюсь к серединке справа налево вот сейчас хорошо видно как слева направо я двигаюсь перекрывая нашу темную серединку подсолнуха Таким образом я показываю подсолнух, развернутый в правую сторону, показываю его в перспективе, продолжаю дорабатывать постозными крупными мазками, это здорово. У меня в работе по-прежнему желтый кадмин. Вот сейчас хорошо видно, как я прописываю боковую часть нашего цветка, половинку цветка. Я мою кисть, не забывайте мыть вашу кисть, прежде чем взять другой тон, чуть-чуть потемнее. Я возьму сейчас смесь оранжевого кадмия, желтого кадмия, немножко охры, я постепенно высветляю правую часть нашего подсолнуха. Так как она получается в тени, она у нас не будет такая слишком светлая, я продолжаю выписывать теневую часть нашего подсолнуха. Мазки у меня уже более постозные, но не такие фактурные, как с левой стороны. Я мою кисть постоянно, прежде чем взять другой тон. Доработаю серединку, немножко ее подрастушую, избавляясь от четких границ. Смесью сейчас оранжевого кадмия, охры красный. Доработаем серединку. Где-то я также работаю точечками, как мы делали это ранее, когда прописывали центральный подсолнух. Немножко захожу на лепестки. И теперь смесью чистого кадмия, он у меня немножко смешивается с темной смесью, потому что я не мыла кисть. Вот я сейчас ее вымою. Где-то более фактурное я делаю светлые мазки и дорабатываю серединку светлым тоном. Вот так хорошо видно. Вот наш подсолнушек родился замечательный. Где-то добавлю оранжевую кадмию. У меня он не чистый, у меня смесь здесь желтого кадмия, охры красный. Вот такая красота, друзья мои, рождается. Где-то дорабатываю опять по теневой части, немножко темными тонами. Потому что этот подсолнушек у нас менее всего освещен будет. Друзья, какие прекрасные подсолнухи стоят у нас в вазе. Мы сидим с вами на берегу реки. Начинается уже вечер, уже рождается. Солнышко закатывается, стрекочат кузнечики, свежий воздух. Это замечательно. Я пропишу листики темной смеси. Сейчас покажу крупным планом. Я формирую листья. Также не слишком детально я их прописываю. Где-то более светлой смесью. В светлой смеси у меня травянистая зелень. Желтой кадмия, можно взять лимонной. В темной смеси я использую индиго, травянистую зелень. Можно немножко ультрамарина. В качестве рефлекса от общей воздушной среды. Вот так хорошо видно. Покажем также с левой стороны. Между цветами где-то я дорабатываю совсем темные мазки. Вот хорошо видно. Я продолжаю дорабатывать темную зелень. Напомню, у меня в работе сейчас индиго, травянистая зелень. Можно использовать капельку краплака, умры натуральный, марс коричневый. Продолжаем дорабатывать темную зелень. Где-то я возвращаюсь к серединкам, дорабатываю серединку. Также и с левой стороны. Где-то более темным тоном. Где-то наоборот более светлым прорабатывая центральную часть. Покажем листики с левой стороны. Напомню, что в теневых местах сейчас темная основа под наши листья. Это индиго, травянистая зелень. Можно использовать каплак. Умры натуральную, марс. Где-то просветы листьев между лепестками цветов. Сейчас я возьму светлую смесь. Коричневато-зеленую. Вот хорошо видно. Там смешивается у меня желтый, кадмий, марс. Чуть-чуть оранжевый, красный охрань попадает. И прописываем уже более светлыми тонами, более пастозными мазками прописываем нашу зелень. Вот сейчас хорошо видно, какие крупные мазки я делаю, прописывая зелень. Где-то наоборот я углубляю, затемняю еще больше. В работе чистая индиго. Это в основном идет между цветами. Вот, хорошо видно. Не забываем вытерять и мыть кисть после работы. Вернемся к нашим теневым местам. Доработаем фиолетовый светлый. Смотрите, как здорово оттеняется сейчас сочетание теплого солнышка с левой стороны. Вот я крупным планом покажу. И более холодных теневых мест. Я проработаю фиолетовый светлый. Я беру ее чистую. Не только на нашем кувшинчике, на нашей вазе. Но и местами на подсолнухах, на листиках. Обожаю писать подсолнухи. Это солнечные цветы. Самые солнечные, самые летние цветы. Это здорово. Вот так я добавлю фиолетовый светлый по теневым местам. Таким образом я сейчас объединяю и наш букет, и будущие тени наши на столе, немножко забегая вперед. И объединяю воздух вокруг наших цветов, небо, землю и воду. Вот так здорово получается. На центральный тоже добавим немножко фиолетового светла. Сейчас я беру лимонный кадмий и прописываю лимонным кадмием с берилами. Несколько светлых мазков я делаю на нашей вазочке. Несколько бликов. Вот так хорошо видно. Еще больше выделим. Вот сейчас я растушевываю границу. Блика хорошо видно, чтобы он не был слишком яркий. Я растушевываю сухой чистой кистью. Можно вымыть кисть, разбавить или вытереть ее салфетку. Доработываю какие-то детали. Более светло. У меня сейчас желтый лимонный. Немножечко белил в работе. Какие-то детали. Дорабатываю зелень. И смесью лимонного и белил я прописываю самые-самые светлые лепестки. Прописываю их пастозно в наших подсолнухах. Покажем еще больше объема и света на них. Вот сейчас очень хорошо видно. Я набираю пастозно и делаю мазок. Если краска у вас смешивается, старайтесь вытирать, мыть кисть почаще. Старайтесь брать чистый цвет. Вот какая красота, друзья. Вот какие замечательные подсолнухи у нас рождаются сегодня. Это здорово. Я продолжаю дорабатывать светлыми мазками, смесью лимонного и белил, самые светлые какие-то акценты на цветах. В основном я, конечно, работаю по переднему цветку, по самому крупному, центральному. Он у нас освещен больше всего. Где-то доработаю серединку темным тоном. Напомню, в работе у меня сейчас индиго. Также светлого добавим в серединку. Вот еще больше ее выделим. У меня в работе сейчас желтый, лимонный, капелька белил. Работаю я точечками. Где-то оранжевого добавлю. Натуральную часть. Продолжаю дорабатывать. Где-то, наоборот, более темного. Вот такая красота получается, друзья. Сейчас я возьму ярко-розовую с белилами. На смеси, которой мы работали ранее, когда писали с вами землю, воду и воздух. Вот этой вот фиолетово-розоватой смесью я добавляю какие-то рефлексы на листья, на кувшин. Можно на сами цветы. Несколько мазков, чтобы объединить еще больше наш натюрморт с окружающим пейзажем. Вот по вазе слева немножко растушую. Где-то на цветы я добавляю. Где-то на вазу. Таким образом я объединяю все детали нашей композиции. Сейчас я беру красный кадмий и краплак. Я начинаю набирать стол. Чуть-чуть фиолетовый, светлый в тенях. Продолговатыми горизонтальными мазками, не слишком пастозными, я начинаю растягивать наш стол, набирать где-то светлой смесью. Ярко-розовый пилил. Я не мою кисть, беру прям сразу кадмий красный, начинаю набирать. Где-то розоватые оттенки преобладают у нас на столе. Где-то ярко-красный кадмий. Ну вот, хорошо видно. Вот так. Смотрите, какое сразу яркое пятно оживляет весь наш нутер-морт. Таким образом я делаю акцент. Вот за счет вот этого красной драпировки происходит акцент такой вот. Еще больше притягивая взгляд нашего зрителя к центральной части композиции, к нашим подсолнухам. Покажем какой-то узор на нашей драпировке, на нашей ткани. Покажем где-то в теневых местах фиолетово-светлое несколько мазков. Я стараюсь работать свободно и тюдно, передать вот это вот живое состояние движения, воздуха, пастозность. Это здорово. Я не выписываю детали, не засиживаю за деталями, стараясь показать общее впечатление. Сейчас я работаю смесью индиго, краплака, кадмия красного. В самых теневых местах это будет рядом с нашими яблочками, рядом с цветком, нашим пятым подсолнухом, который будет лежать на столе, на переднем плане. Вот сейчас я растягиваю мазки, когда наношу их, делаю их более удлиненными, более растушеванными. Наметим яблочком, серовато-зеленой смесью. Я взяла сейчас индиго, я взяла здесь у меня и ультрамарин, и оранжевый, и ярко-розовая капелька. Немножко лимонного, травянистой зелени, небесно-голубая. Правую часть я затемню, левую высветлю. Сейчас я использую белил и капельку желтого-лимонного. Намечаю яблочко. Я мою кисть, прежде чем взять другой тон. У меня сейчас в работе ультрамарин, травянистая зелень, немножко белил. Сейчас я покажу крупным планом, как я начинаю намечать правую часть нашего яблочка. Синя-зеленая смесь у нас получается, где-то с сероватым оттенком. Я формирую наше яблоко. Границы растушевываю, сейчас хорошо видно. Высветляю левую часть еще больше. Где-то добавлю белил с лимонным кадмином. Чистые не берите, смешивайте с лимонным. Покажем вот эту штучку, из которой у нас веточка растет. Яблочко. Доработаем в тенях. Где-то я ультрамарина довольно много беру. Старайтесь растушевывать по границе между средним, светлым и темным тоном. Делайте тонкие переходы. Какое-то яблочко у нас намечается. Это здорово. Я мою кисть, вытираю ее, прежде чем взять другой тон. Фиолетовый, светлый, чистый. Я показываю также с теневой части. Вот этот рефлекс. Это здорово. Доработаем узоры на ткани. Индиго усилим контрасты. И переходим правее. Покажем тень. Индиго покажем тень под яблоком. Я беру его чистым, он уже смешивается у меня на холсте. Я беру его совсем чуть-чуть, мою, вытираю. Кисть работает, предпочитая более сухо. И растягиваю, растушевываю. Продолжаю растушевывать. Вписывая наше яблочко в наш натюрморт. И перехожу к следующему. Все то же самое. Начну со светлой смеси. Серовато-зеленая у меня смесь в работе. Коричневато-серовато-зеленая. Перехожу к более темной части. Немножко индиго возьму. В теневой части. Индиго много не берите, не затеняйте слишком сильно. Объединяю темные, средние и светлые тона. Я работаю довольно тонко. Краски я беру совсем немного, растягиваю и растушевываю ее, прописывая яблоком. Периодически я ее мою, вытираю еще больше, чтобы работать более сухо. Вот сейчас хорошо видно, я вытерла мою кисть и растушевываю. Делаю тонкий переход между темным и светлым. Высветляю левую часть. Растираю и растягиваю границы. Вот у нас яблочко наметилось. Смесью желтого, лимонного добавлю немножко больше зелени на само яблочко. И по-прежнему растягиваю и растушевываю границы. Вот у нас яблочко наметилось. Обратите внимание, центральную серединку я растушевала, оставила более темной. Сейчас я подчеркну более светлым тоном вот это углубление в яблоке. Границы также мы растушевываем. Сухой чистой кистью. Растушевываем границы. Поставим несколько бликов, подрастушуем их. Ну вот здорово получается. Усилим контраст в серединке. Чистым индиго. И еще доработаем блик. Вот так. Где-то доработаем драпировку, высветлим. Где-то доработаем травы. Я сейчас работаю тоненькой маленькой кистью. Синтетикой круглой, небольшого размера. Удобнее доработать. Вот такие пространства небольшие. Круглые сейчас неудобно работать. Она слишком большая. У меня размеры всего 30 на 40. Поэтому такие детали я сейчас дорабатываю кистью. Небольшого размера. Опять где-то темные, где-то светлыми мазками я дорабатываю травы. За нашим нутербортом. Вот так хорошо видно. Переходим к следующему, третьему яблочку. Также я начну со светлой части, постепенно переходя по все более темные тона. Не забывайте показывать тени под яблоками. Растягивать индиго. Я перехожу правее, постепенно к более темной смеси. У меня в работе ультрамарин, травянистая зелень, капельку индиго можно добавить. Если вы хотите придать более серовато-коричневатую смесь, то я смешиваю мар с коричневым, я смешиваю с индиго, с белилами, капелька ярко-розовый. Я растушевываю темные, средние и светлые тона, прописывая яблочки. Усилим контрасты. Серединку покажем более темным тоном. Я не делаю четких линий и границ, я растушевываю. Высветлим левую часть. Также растушевываю я границы между темным и светлым. Продолжая дорабатывать. Растушевывайте более сухой кистью, вытирайте ее тряпочку, салфетку, мойте ее в разбавителе. Вот как у нас наметилось яблочко, углубили мы темную серединку, добавим также фиолетовый светлый по бокам яблок. Вот такие хорошенькие у нас с вами яблочки зеленые получились на нашем натюрморте. Индиго чистым я доработаю тени под яблоком. Вот так. Границы теней я растушевываю, не оставляйте их четкими, растягивайте. Вот сейчас хорошо видно, как я растянула. И постепенно переходим все правее и правее. Три хорошеньких яблочка у нас получилось. Я поставлю пару бликов на яблочках. Отлично. Сейчас я возьму лайнер и покажу веточки. Коричневато-зеленоватой смесью. Это светлая часть и индиго это темная часть. Вот пусть будет веточка у яблока. У яблока. Здорово. Еще усилий углик. Вот такое яблочко у нас получилось. Доработаю узор на ткани. Доработаю охристой смесью. Охристый зеленоватый. Где-то перехожу в более фиолетовый тона в тенях. И сделаем подмалевок под наш подсолнух, лежащий на столе. Сейчас у меня в работе красный ухра, оранжевый кадмий, желтый кадмий. Немножко зелень туда попадает. Вот так не тщательно я делаю, растирая сейчас, уходя в более темные или более светлые тона. Немножко розоватых оттенков у меня туда попадает. Хорошо видно, как я собираю краску на палитре, делая подмалевок нашего будущего цветка. Местами я оставляю коричневый акрил. Итак, готово. Я мою кисть и перехожу правее. Я прописываю границу нашего стола. Темной смесью у меня здесь краплак, индига. Дорабатываю травы ахристой смесью. Намечаю яблочко. Начинаю с левой части, более светлой. Постепенно перехожу в правее. Углубляю тени между подсолнухом и яблоком. Растираю, растушевываю тени. Мойте кисть, не забывайте, когда берете следующий тон. Лохматой кистью из строительного магазина покажем травы, доработаем травы. Какой-то зеленовато-желтой смесью, короткими мазками. Высветлим правую часть нашего стола кадмием красным. Сейчас я беру кадмий красный. Я беру его чистый, он немножко уже смешивается на холсте с темными тонами. Вот у нас наметилась наша драпировка. Я сейчас покажу крупным планом. Я начинаю с серединки прописывать подсолнух. Начинаю ее высветлять. Намечаю серединку. У меня оранжевый и желтый кадми в работе. И начинаю прописывать наши лепесточки. Я работаю пастозным, желтым кадмием. Двигаюсь к центру, к середине. Обратите внимание, вот сейчас крупным планом хорошо видно, как я поворачиваю кисть, снимая краску. Таким образом я достигаю пастозности мазка и краска у меня не смешивается. Покажем несколько лепестков вокруг наших подсолнухов. Вот так. Я как бы тяну краску, когда наношу ее пастозно. Тяну, поворачиваю, снимаю ее с кисти. Таким образом она не смешивается, даже когда я наношу по темным тонам. И мне нет необходимости лишний раз мыть, мою кисть и вытирать. Я продолжаю дорабатывать наш цветок. Вот такими крупными мазками в разные стороны. Пусть он будет такой у нас крупный, лохматый, замечательный цветок. Я возвращаюсь от правой стороны в левую, продолжаю прописывать лепестки. Практически я все-таки мою кисти, вытираю. Местами где-то захватывая более темный тон. И продолжаю дорабатывать. Усилим контрастность нашей серединки, добавим темного индига. Сюда можно добавить краплака марца. Продолжаю дорабатывать серединку. Оттеняю ее. Продолжаю дорабатывать центральную часть. Продолжаю работу над лепестками. Покажем несколько таких вот лепесточков, которые у нас прикрыли серединку. Смесью лимонного и белил прописываю самые-самые светлые лепесточки, как мы делали это ранее, когда писали подсолнухи в вазе. Вот, хорошо видно, как я добавляю более светлого тона сейчас на наш цветок. Доработаем серединку, добавим светлого тона в серединку. Покажем несколько опавших лепесточков на столе с правой стороны. Также с левой стороны несколько пастозных. Вот такая красота, друзья, получается. Там побольше, пусть они немножко осыпались, а не лепесточки, когда мы ставили подсолнухи в вазу. Красота. Возвращаемся к нашему яблочку с правой стороны. Я начинаю со светлой зеленоватой оранжево-желтой смеси и постепенно перехожу в более темную правую часть. Здесь у меня и небесно-голубая, и ультрамарин, и индиго. Капелька белил, чуть-чуть розы можно добавить. Я растягиваю темные, средние и светлые тона. Вот таким вот образом. Я растягиваю по границе, покажу темную часть углубления яблочка. Вот у нас какое яблочко намечается. Не забывайте между темными и светлыми тонами мыть кисть, либо используйте разные кисти. Я высветлю левую часть еще больше, поставлю блики. Вернусь слева, где-то блики доработаем. Теневой части я покажу фиолетовый светлый. Оттеню наши теневые части еще больше. На яблочках где-то добавлю фиолетовую светлую на драпировку на ткань. Вот здесь под подсолнухом немножко. Таким образом я объединю все детали нашей картины. Единое целое. Дорабатываю серединку. Вот такая красота, друзья мои, у нас сегодня с вами получается. На сегодня это все, друзья мои. Я дорабатываю какие-то детали, завершая уже картину. Какие-то делаю акценты где-то в серединке. Где-то дорабатываю более светлым тоном на лепестках. Вот такая красота, друзья мои, у нас сегодня получилась. Вдохновение вам, мои хорошие, мои творческие. Пишите замечательные картины. До новых встреч! Вот и все на сегодня. Пока-пока!